Так, ну что, надо по-быстрому посмотреть, что у нас тут в ящичках, потому что надо в прохладное место убрать. Ну вот это я во дворе в Москве хохлаток себе накопала. Вот, самые обычные, которые есть везде, кроме как у меня. Теперь будут и у меня. Их я побыстрее на улицу, чтобы они не перегрелись, не засохли. Здесь в пакетах что-то наложено. Это корни. Ой, ничего себе! Это вообще что? Чьё? Это хоста какие-то, наверное. Такие мытые. Да, вот тут написано хоста. Это тоже, наверное, надо вводить в коробку и на улицу. Или в холодильник к лучику. Это Blue Paradise. Тоже, наверное, хоста. Это я не знаю, что это написано. Спрошу у Анны. Она точно знает, потому что это она писала. Ну, тоже хоста, скорее всего. И вот это вот. Но это не хоста. Это уже тоже корни чего-то там. А, ревень. Прекрасно. Какой-то сортовой клёвый ревень. Это у нас из общих закупок. Вот ещё корни. Это ирисы. Поскольку они приходят, Анне сразу в большом количестве, она вот сама их в пакетике разложила для меня. Так. Флокс метельчатый поппури. Сорт хамелеон. Флокс метельчатый илларион. Так. А мне интересно, какие у них корни. Поскольку это пакетики, их надо высаживать. Но тут не видно. Это надо разбирать. И разглядывать уже. Одной рукой так не посмотришь. Илларион. Вот, отлично. Уже такой. С ростками. Только бы их не сломать. Так. Это аконит. Тоже вот росточек лезет. Ещё один ирис карликовый. Не знаю, что там с ним. По-моему, он того. Короче. Это флокс тиара. Тоже лезет зелёненький. С ним всё в порядке. И это оранжевый тысячелистник терракота. Тоже много торфа. Что-то росточек какой-то виден. Так. Вот это, по-моему, там должно быть, как её, меристема гортензий. Если я не ошибаюсь, это я посмотрю тоже. Так. Надо выложить. Сюда. Это у нас, по-моему, микробиота. Или как её? Да, микробиота перекрестно-листная. Вот. Похожа на можжевельник. Вообще похоже на можжевельник. Джакобсон. Не знаю. По-моему, микробиота должна выглядеть по-другому. Но это не точно. Я не знаю. Посмотрю в интернете. Я была бы уверена, что это кто-то из можжевельников. Вот это вот точно можжевельники. Это можжевельники Хорстман. Хорстман. Это обыкновенный можжевельник, но сорт такой очень разлапистый, очень интересный. Что-то мне не нравится то, что он такой тут замоченный, мокрый. Вот. Это вроде получше. У меня их пять штук. Там вот ещё три. Это как бы себе и другу. Вот. Хорошие. Крупные. И стоили они по 200 с чем-то рублей. Вот. Это у нас ель Blue Diamond. У меня, по-моему, что-то уже такое есть. Но другого размера. Вот. Корни лезут аж из горшочка. Так. Вот они пойдут все на улицу. Это сосна. Веймутова. Крюгерс лилипуд. Такая вот маленькая смешная сосенка. И сосна. Горная. Пинус Муга просто. А, нет. Это какая-то... Сейчас посмотрю. Божий дар. То есть она совсем крошечная такая. Сорт. Вот. Вот эти мне надо будет прятать, когда будет заморозок. Когда плюс один. Потому что здесь уже проснулись почки. И они могут... Померзнуть. Вот эти-то еще не померзнут. Поэтому я сейчас к ним ставлю тех, кого мы на улицу. А эти будут в холодильнике у лучика. Это, кстати, вот маленький рододендрончик. Распутин сорт. И тоже свежие побеги, которым нельзя мерзнуть. Маленький. Совсем маленький. Из Польши по 9. Вот. Я нашла место, где можно купить побольше. И уже зимовавшие у нас. Вот. И подешевле. Так. Это тоже. Вот он. Хорстман. Похуже саженец такой. Какой-то подмосинный. Подмерзший. Надо их в горшочке побольше пересаживать. Корни торчат. Вот. Это тоже был Хорстман. Вот он еще. Пятый Хорстман. Так. Еще один рододендрончик. Ничего себе. Тут, блин, картинка больше, чем он сам. Вот. Тоже. Это Владислав. Лекитетик. Какой-то Лекиетик. Маленькие листики. Ну, посмотрим. Что-то я уже сомневаюсь, что у нас тут будут выживать эти рододендроны. А это роза Кьюти Пай. Вообще состояние у нее очень неприличное, мне кажется. Обрезать, конечно, можно, но... Вот. Тоже не угадаешь, что придет. И Анна не может угадать. Но вот тут уже пошла. То есть ее тоже на улице так оставлять хранить нельзя. Посмотрим, как она... Это у нас аккуратненько. Это какой-то клематис гибридный. Клауд Барст. Откуда у меня клематис? Я уже даже не помню, чтобы я ее заказывала. Вот. Елочка. Елочка колючая. Пиццео Пунгенс. Соня. Вот Соня у нас хорошая. Прям Соня. Соня молодец. Так, это ты кто? Клен Фримена. Уже тоже, думаю, зря его захотела. Кажется, он вымерзнет. Слишком маленький. Странно, что сирени нету. Не вижу сирень свою. Так. И это сербская пиццеа Морико Пендула. Вот. Ель сербская. Такая кривая. Тоже будет кривая елка непонятной формы. Тут все, как я люблю. И сейчас я вот эти разверну. Посмотрю, что там. Вот. Я их распаковала. Уже вовсю зеленеют. Это, видимо, калина Пинг Харвест. Блин, такие крохи. Я так теперь переживаю, что они зиму не переживут. Это такая же калина. Это гортензия Сбежавшая Невеста. Тоже хранить в холодильнике, наверное, надо. Хотя у нее такие вот веточки, как у почти у метельчатой. А это, я не знаю, как это переводится. БФ. Надо смотреть в каталоге. По-моему, это тоже гортензия, суть по веточкам. Я сначала подумала, что какой-нибудь чубушник. Но нет. И вот БФД. Какая-то, какую-то я заказывала гортензию. То, что с непроизносимым названием. Видимо, это она. А это тоже какая-то калина. ОНОНДАГА. Вот, калины, короче. И вот это вот все. Ладно, все. Теперь я буду сейчас это все сортировать, что куда класть. Потом заниматься буду уже холинопсисами. Но видео это будет другое, наверное. Вот. Надо смотреть. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...